МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать, прежде всего. Спасибо. Прилагаю начать с цитаты из послания президента. Мы всегда своевременно реагировали на внешние вызовы и были готовы к ним, сказал президент. Как вы считаете, на ваш взгляд, о каких вызовах идет речь на сегодня именно? На самом деле я не изобрету велосипеда, потому что об этих вызовах наш президент говорил еще до озвученного послания Октябрьского. Он их определил в количестве пяти номинований. К первым, безусловно, наиболее проблемным, наиболее угрожающим, как бы это нефотологично звучало, мы относим к группу конфликтов и их глобализирующий характер. Дело в том, что в современном мире все чаще мы можем наблюдать, что в одном, в другом, в третьем регионе возникают очаги напряженности, которые нередко перерастают в военные, открытые военные столкновения, и они все ближе подбираются к границам нашего региона. И вот именно это и представляет опасность для сегодняшнего Казахстана, для того, чтобы сохранить и регион, и страну в целостности, в суверенитете, и не попасть в эту самую опасную группу несостоявшихся государств. На самом деле мы далеко, далеко ушли вперед по вопросу и сохранения суверенитета, и своего развития. У нас грандиозные планы и в плане каких-то международных амбиций, которые, безусловно, имеют под собой реальное основание, и какие-то экономические вопросы, которые и развитие, мы ступили на путь, который многим достаточно было бы завидно посмотреть на тот путь, который мы прошли, и чего мы достигли. Однако данный вопрос, он все равно остается на повестке дня, потому что мы глобализированные, мы очень тесно вплетены, и мы чувствуем нашу взаимосвязь с окружающим миром и глобальным международным сообществом. К второй группе угроз мы можем отнести это нестабильность на мировых экономических рынках. А с учетом того, что сейчас все чаще мы видим турбулентности на финансовых рынках, так называемые мыльные пузыри, которые то надуваются, то из грохотом, да, ошеломительно взрываются, все это также оказывает влияние на нашу экономику, и быть готовым подобным родом вызовом также является одной из приоритетов выстраивания, конструирования нашей внешнеполитической стратегии. Также мы не можем не отрицать того, что все это также относится, несмотря на то, что мы говорим о глобальных внешних рисках, все это и свой отпечаток накладывает на внутреннюю ситуацию в стране. И вот быть готовым отразить вот эти все внешние угрозы, при этом сохранить внутреннюю стабильность, это и есть те самые постулаты, которым нас и наш президент призывает, и, собственно, призывает и здравый смысл. Если говорить о Евразийском экономическом союзе, на ваш взгляд, это уже некий сформировавшийся союз, или же эта организация до сих пор находится в поиске неких компромиссов? Ну, дело в том, что ни одна из организаций, действующих на современной политической и международной арене, не может считаться до конца сформировавшейся и находящейся в статусе. Все развиваются, все ищут какие-то новые пути развития. Некоторые, как, допустим, Организация объемных наций, уже нуждаются в реформировании. Поэтому Евразийский экономический союз – это также живое образование. И его отшлифовка тех самых норм и методологии с функционированием внутри организации, она также требует доработки. Поэтому это совершенно нормальное состояние. Мы не можем говорить о том, что подписанные документы являются неизменными, и мы их до конца веков должны будем придерживаться. Все должно соответствовать реалиям жизни, экономическим в первую очередь, так как это экономическое образование. Поэтому поиск компромиссов – это и есть задача государств, входящих в эту организацию и в эту структуру. Потому что именно для этого мы, собственно, этот союз и образовывали. Но если оценивать, сегодня удается найти тот самый компромисс? На самом деле, я согласна с тем утверждением, что поиск макроэкономического сближения достаточно удачен. Мы действительно видим те самые ориентиры, при этом с каждым годом они становятся все четче. То есть куда мы должны двигаться? Другой вопрос уже, насколько эти ориентиры сталкиваются с каким количеством проблем. Вот это уже другой вопрос. И вот касательно проблем, то там, то тут, некие локальные проблемы возникают. Та же самая недавняя история с временным запретом поставок в Кыргызстан. Казахстанских продуктов, это речь идет о мясептицах. Здесь это не противоречит тем договоренностям, которые уже достигнуты в рамках ЕАЭС. А вот интересный на самом деле вопрос. Дело в том, что может быть это противоречит духу, но букве закона здесь сложности возникают с предъявлением претензий. Дело в том, что это все было сделано на законных основаниях. Другое дело, что мы как с Кыргизской стороны, так и с нашей. У нас же также были ответные, так сказать, меры. Единственное, что наше министерство советского хозяйства, оно говорило о том, что подобные запреты, аргументация кыргызской стороны, она... Речь идет только лишь о том, чтобы аргументы были действительно весомыми и соответствовали действительности. Вот это действительно есть некоторые возможности гипотетические, чтобы свой рынок, что ли, протекционистские нотки, они звучат пока все еще, как и со стороны, в принципе, со стороны всех, наверное, участников ЕАЭС. Другой вопрос, насколько мы готовы пойти на компромисс, насколько этот протекционизм оправдан с точки зрения каких-то экономических реалий, кому это выгодно. Если мы действительно будем двигаться по пути поиска взаимодополняющих и взаимовыгодных условий сотрудничества, тогда подобные вещи в будущем должны будут становиться все меньше и потом со временем совершенно исчезнуть. То есть это вот та самая болезнь роста, в которой мы все еще находимся, но перспективы-то большие, и мы должны постоянно это для себя очерчивать перед глазами, что есть реалии и сложности, с которыми мы должны бороться сейчас, для того, чтобы в будущем получить нечто большее. Для меня, просто как для обывателя, это некая такая парадоксальная история, потому что вроде как мы уже давние соседи, мы давние партнеры, но тем не менее этот момент притирки в новых реалиях, он в любом случае неизбежен, оказывается. Хотя, казалось бы, мы друзья-товарищи, едва ли не братья. Ну, даже это же не только мы говорим о нас, да, то есть Россия и Беларусь вообще союзнические государства, и между тем также находятся поводы для того, чтобы найти раздор, так сказать, в общем доме. И это неизбежно, это не значит, что мы должны сейчас отыграть назад и думать о каких-то других совершенно перспективах экономической кооперации. Нет, как я уже и говорила, это совершенно нормальное стечение обстоятельств. Может быть, просто нужно какие-то форсировать, что ли, развитие. Вот это вот другое, интенсифицировать какие-то переговоры. Вот это вот другое направление работы, по которому нужно действовать. Завершая тему ЕАЭС, на ваш взгляд, на следующий год, какие перспективы ждут именно в рамках союза? Как это все будет видоизменяться? Ну, сделать в том, что мы не можем прям вот говорить, насколько это все видоизменится, да. Скорее всего, на повестке дня мы уже давно ожидаем ответ с наших таджирских партнеров, да. Может быть, расширение будет структуры, да. Было бы интересно посмотреть, насколько Душанбай готов к подобному шагу. Вот. И, скорее всего, ну, это будет действительно такая значительная, значительные изменения, если подобные вещи случатся. Вот. А так мы ожидаем поступательного развития. Вот. Это, скорее всего, даже более важная деталь, то есть планомерное, да, планомерное выполнение статистических планов. Без рывков каких-то необдуманных шагов, заявлений. Совершенно верно. То есть мы год за годом, после достаточно большого спада, с 2014 года, вот, мы наращиваем товарооборот. И вот мы просто должны эту тенденцию продолжить. Если говорить о такой, о таком проекте масштабном, как «Один пояс, один путь», он никаким образом не перекликается, не пересекает интересы, да, ЕС. Здесь нет никаких противоречий. Ну, здесь надо сказать, что вообще у Российской Федерации была даже идея сопряжения данных проектов, да, даже договор, соответствующий, был подписан. Вот. И мы заявили, да, в принципе, открыто, и нет, кого-то не скрываем, что наш проект «Нурлжол» это прекрасно соотносится с инициативой, да, Китайской Народной Республики о том, что проекты и инвестиции, которые Пекин будет выделять и в рамках, там, рамках сотрудничества с Россией, в рамках сотрудничества с Казахстаном, он прекрасно соотносится и с инициативой, да, пояса и пути, и с местными, с федератическими планами инфраструктурного развития. Так что здесь конкуренции, по крайней мере, вот если рассматривать данный аспект, вот сложно ее, на самом деле, найти, вот, и, скорее всего, это будет в какой-то степени даже помощь, нежели препятствие для того, чтобы, да, для того, чтобы и в рамках ЕАЭС какие-то проекты инфраструктурные развивать. Опять же, вопрос обывателя, вопрос абсолютно земной. Казахстанцам, какой порог от этих всех интеграционных процессов, от проекта «Один пояс, один путь», от ЕАЭС? То есть, если говорить об абсолютно таких приземленных вещах, что мы можем ощутить уже сегодня? Ну, здесь, наверное, как... В первую очередь, должны это ощутить представители бизнеса. Вот, да, раз мы к вами, к сожалению, не относимся к этим представителям, нам, наверное, и сложно... Да и бог еще будем относиться. Вот здесь, наверное, это вот та лакмусовая бумажка, которая должна определять, насколько успешен проект или нет. Вот, предоставляются возможности бизнесу, и если открытые бизнесмены будут заявлять о том, что все отлично, мы зашли на рынок друг друга, у нас есть преференции, у нас есть возможности торговать и наращивать совместное производство, вот тогда обычный покупатель, у которого появится возможность выбирать казахстанский или российско-казахстанский продукт, казахстанско-белорусский продукт, вот он будет, несомненно, рад. А с учетом возросшей конкуренции ценники пойдут? Обязательно. Приятные. Еще одну цитату приведу президента, опять же, из послания. Рушатся казавшиеся незыблемыми устои системы глобальной безопасности и правила международной торговли. В чем заключается изменение в правилах международной торговли, на ваш взгляд, именно сегодня, которые происходят? Ну, здесь, наверное, мы не говорим какой-то терминологии изменения, да, мы говорим о методах, да, ведения торговли со своими партнерами, которые становятся все жестче. Вот, и вот, наверное... Имейте в виду торговые войны некие? Да, совершенно верно, да. Санкционная политика в том числе. Именно это, да, и начинает беспокоить, потому что санкционный такой зонтик, вот если вы позволите мне так сказать, да, он охватывает все больше и больше государств. А как мы уже говорили с вами в самом начале, мы в интегрированную глобальную экономику, вот, и так или иначе панксанцами оказывается все больше и больше количество наших партнеров. И это не может не беспокоить Казахстан, потому что мы выстраиваем проактивную внешнюю политику и экономическую политику в том числе, вот, и те риски, которые к нам возможно вернутся, так сказать, бумерангом от этих, от подобного ужесточения, они безусловно беспокоят, да, наше руководство и, соответственно, обосновано все это дело. Вот, единственное, да, что здесь мы также наблюдаем не только какие-то экономические тренды, да, но и такую нестабильность в плане союзнических отношений, да, то есть, казавшийся там монолитным Европейский союз, да, мы видим, что, да, это совершенно образование подвержено изменениям. И вот выход Британии, которая до сих пор просится, так сказать, на стол документ, который бы точно обозначил критерии, последствия подобного, да, действия со стороны Англии, вот, он все еще, как бы, на повестке дня стоит, и, в принципе, и для Брюсселя так в том числе, в первую очередь, вот, то есть мы говорим о том, что происходят какие-то тектонические изменения, вот, и они не только в экономике, но и вот в каком-то глобальном контексте мы тоже их можем чувствовать. И вот это вот, ну, как минимум настораживает. Отметили о том, что, вот, да, в ЕС что происходит, плюс санкционный зонтик, мне понравился, кстати, термин. Но Казахстан, как вы уже отметили, выбрал, да, проактивную. И эта политика внешняя, она, наверное, заточена еще и на то, чтобы немножечко быть неким мостом, да, между, так скажем, немножечко конфликтующими сторонами. И вот в связи с этим недавно только, да, было озвучено, что Казахстан готов выступить площадкой в рамках трехсторонних переговоров ЕС, США, Россия. Есть ли будущее у этих переговоров? Сможем ли мы, так скажем, да? Понятно, что мы сможем предоставить площадку, но соберутся ли эти все стороны? Наверное, это главный вопрос. Действительно, это вопрос, который интересует не нас в первую очередь, но и вообще наших партнеров во вторую, в третью, в четвертую. Ну, у нас опыт, на самом деле, очень большой, да. Значит, мы и в рамках вот председательства Совета Безопасности предлагали стать переговорной площадкой по урегулированию вопроса вот Северной Кореи, да, и у нас активно вот в течение последних лет проводят межсирийские переговоры, вот, наша инициатива СНДА также в какой-то степени тоже являлась площадкой, на которой встретились конфликтующие стороны, вот, то есть опыт подобных организаций подобного рода диалога у нас имеется. Другое дело, насколько странно нам нужно будет подобная площадка, да? Да, совершенно верно, потому что мы обладаем достаточным международным авторитетом, да, для того, чтобы выступить в качестве модератора. Вот. Другое дело, насколько тем, кому это нужно, готовы друг друга услышать и пойти на этот самый диалог. А стоит ли предпринимать следующий шаг в плане, вот, именно, да, склонить эти стороны, не только озвучить, да, что мы готовы предоставить площадку, а сделать следующий шаг и попытаться, да, работать по этим направлениям? Опять же, да, абсолютно обывательский вопрос, но мне кажется, это такой некий логичный следующий шаг в предоставлении площадки. Ну, дело в том, что всему, как говорится, плод должен созреть, да, то есть также и наши участники... То есть вот это предложение, оно должно быть не только услышано, но и востребовано. Да, конечно, да. Как только мы почувствуем, что подобный запрос действительно находит отклик, я думаю, не заставит себя долго ждать ни сроки, ни какие-то конкретные механизмы или те условия, на которые, да, стороны готовы будут сесть за один стол переговоров. Вот просто любой, да, любая организация, это самое меньшее из головных болей, которые встаёт перед модератором переговоров, потому что самое главное, чтобы его, да, те участники самых переговорных процессов были готовы друг к другу разговаривать, друг к другу готовы вообще увидеть друг друга и, соответственно, принимать какие-то, готовы принимать в рамках данной площадки какие-то реальные решения, да, потому что встретиться, поговорить и разъехаться не при этом, не услышав друг друга, а просто для галочки, вот, я думаю, это не совсем удачный формат, да, в том числе и для нас, потому что мы бы хотели, чтобы, да, чтобы наше участие не осталось формальным, да, потому что мы действительно хотим, чтобы наши партнёры и США, и ЕС, тем более, да, и Россия, это наши ключевые торговые партнёры. По касательной, вы упомянули о Совете Безопасности, если немножечко, да, вот, подытожить, так скажем, деятельность Казахстана именно в рамках этой площадки? Да, ну... О чём стоит упомянуть? О чём стоит упомянуть, вот этот самый месяц, да, наиболее насыщенный, когда мы эту самую представительскую работу вели, да, он уже, в принципе, многими оговорен, но мы должны, наверное, некоторые моменты, так сказать, вернуть в нашей памяти, вот такой квинтэссенцией работы, которая была проведена в рамках вообще всего заседания Казахстана в Совете Безопасности, стал брифинг на высшем уровне с участием нашего президента, который был посвящен распространению оружия массового уничтожения и миром доверия. На самом деле, именно вот эта вот необходимость включения данного вопроса в число приоритетных, вот, оно подаётся и будет подаваться с нашей стороны планомерно, как я уже говорила, что немаловажно, да, вот, и наш пример действительно вдохновляет. Вот, да, с кем бы мы ни разговаривали на международной арене, с каким бы лидером не встречался бы наш президент, первое, да, что всегда вставят в заслуги молодому Казахстану, независимому государству, это его отказ от обладания ядерным потенциалом. И это не имиджевый проект, это совершенно осознанное было решение, вот, значимость которого просто невозможно переоценить. Лидия Андреевна, и подытожив нашу беседу, на ваш взгляд, всё, что изложил президент в послании касательно внешней политики, как можно вкратце абсолютно, да, охарактеризовать эту самую внешнюю политику? В каком направлении мы будем двигаться, о чём говорил президент? Здесь мы, опять-таки, мы ещё раз подчёркиваем, что мы не делаем резких отступлений, да, мы совершенно осознанно выстраиваем свои отношения со своими и региональными, и нерегиональными партнёрами на принципах равноправия и взаимного уважения, и наша политика остаётся многовекторной. Это ключевой месседж, который в послании был отчётливо видно. Мы отчётливо дали понять, что Российская Федерация, да, наши отношения с Москвой, они в приоритете будут у нас оставаться, так же, как и желание инициировать новые какие-то проекты в рамках центрально-азиатского сотрудничества. Вот при этом торговые отношения с ЕС должны развиваться и углубляться, и как в рамках, несмотря на то, что мы являемся, да, членом ЕС, потому что подписание каких-то других документов с ЕС, вот это также стоит на повестке дня. И вот так вот шаг за шагом мы ещё раз подчеркнули, да, дали понять нашим ключевым сподвижникам, так сказать, да, по установлению мира во всём мире, вот, и это как бы я без всяких, да, говорю каких-то язвительных ноток, потому что действительно это так, это действительно наша основная концепция, да, эти цели и полагания нашей внешней политики добиваться, доверительных взаимоотношений. Я думаю, Казахстан с этим неплохо справляется. Дай бог. Спасибо вам огромное за разъяснение. Это был Черни Прайм и гость программы Лидия Пархомчик, эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана. Счастливо.